С 28 мая по 4 июня 2015 года в России с визитом находилась известная учитель-женщина Джетсун Кушок Ринпоче. Она является старшей сестрой Сакья Трезина Ринпоче и входит в число трех женщин-учителей, которые за всю историю школы Сакья передавали учения Ламдре. В подмосковном центре Северный Кунсангар Джетсун Кушок Ринпоче даровала посвящение в Аджра-йогине и семидневные учения по этой практике. Организатором визита учителя выступил московский буддийский центр линии Сакья Цече Намгьял Линг. В специальном интервью для сайта «Сохраним Тибет» Джетсун Кушок Ринпоче ответила на несколько вопросов о практике Дхармы и своей жизни. Дорогой учитель, первый вопрос о Ваших учениях в Подмосковье по практике в Аджра-йогине. Известно, что этот метод распространён во всех школах тибетского буддизма. В чём особенность этой практики и в частности той линии, которая сохраняется в традиции Сакья? Учение в Аджра-йогине в линии Сакья – необычайное и тайное учение. Оно входит в цикл 13 Дхарм, которые никогда не покидали ограду монастыря Сакья. Это учение входит в цикл трёх красных, под которыми подразумеваются три линии преемственности практики этой дакини. Линия Наропы, линия Интрапхути и линия Майтрипы. Сам Наропа передавал это учение только двум своим ученикам, непальцам, братьям Памтимба. По линии преемственности оно затем попало в школу Сакья, и таким образом до сегодняшнего дня метод сохранился в этой традиции. Говорится, что практика в Аджра-йогине, традиции Наропы, является очень глубоким методом, секретной сущностью Ваджаяны. Поэтому я не могу рассказать более подробно о ней, потому что сама практика должна совершаться в тайне и предназначена только для тех, кто получает полное учение и готов применять её на своём личном духовном пути. Если говорить в общем о практике тантры, какие основные моменты нужно соблюдать или учитывать во время применения этого учения, чтобы достичь успеха и полного освобождения? Будда проповедовал своё учение в виде трёх колесниц. Это Хинаяна, Махаяна и Ваджаяна. Для практики Ваджаяны, я считаю, следует заложить прежде всего крепкий фундамент практики Махаяна. И только после этого следует переходить к учению тантры. Сначала лучше получить наставления по практике Бодхичиты и комментарии, например, к такому тексту, как Бодхичария Аватара. Также следует научиться практике умиротворения ума, шамадхи. Всё это вместе — те важные элементы, которые важно изучить до того, как вы непосредственно приступите к практике Ваджаяны. Не получив опыта в практике умиротворения ума, развития Бодхичиты, вы нарушите общепринятый порядок и, вероятно, запутаетесь на пути тантры, перевернёте всё с ног на голову, и в итоге ваша практика будет ошибочной. Иногда даже случается, что люди, которые запутываются в практике тантры, получают некоторые проблемы, поэтому правильно и безопаснее будет изучать всё последовательно и в правильном порядке. Вопрос по вашей биографии. Одна часть вашей жизни прошла на востоке, и ещё часть — на западе. Какое самое яркое или важное событие для вас было, когда вы жили в этих разных частях света? Я с детства практиковала учения Будды. Примерно с шести лет начала изучать учения, а в одиннадцать села в первый затвор. В детстве я была монахиней и много изучала и практиковала. Самым важным для меня было в тот период, когда я жила в Тибете, это то, что у меня была возможность встречаться со многими известными учителями. Я получала от них учения и могла заниматься практикой в затворничестве. После того, как я уехала из Тибета, я жила несколько лет в Индии. Для меня это была чужая страна, и я не вижу сейчас ничего значимого в тот период. Если говорить о жизни на Западе, я тоже не вижу чего-то важного или особенного. Единственное, это касается того, что когда я только приехала на Запад, я не давала никаких учений, но в 1980 году Сакет Ризин Ринпоче приехал в Нью-Йорк, и люди к нему обращались с разными вопросами. Однажды его спросили, почему буддийские ламы-учителя – это только мужчины, и есть ли учителя женщины? Ринпоче тогда ответил, что, конечно, есть учителя женщины. Он сказал тогда, что в буддийской традиции в Тибете существовало полное равенство между мужчинами и женщинами, и те, и другие могут быть наставниками учения Будды. После этого, когда Сакет Ризин Ринпоче приехал ко мне в Канаду, в Вангувер, где я жила, он сказал мне, что было бы очень хорошо, если бы я дала учения западным ученикам. Это было бы хорошо по нескольким причинам. Во-первых, он указал, что я получила все необходимые наставления, посвящения, устные передачи и комментарии, и совершила много литритов. Кроме того, он сказал, что я живу здесь и работала вместе с людьми, знаю их жизнь и имею семью, совмещая практику дхармы и повседневную жизнь. До этого у меня не было намерения учить других людей дхарме, но после этих слов я начала давать учения, потому что исполняю указания своего учителя Сакет Ризина Ринпоче. Еще один вопрос о Тибете. У вас была возможность там заниматься практикой? У нас есть представление, что Тибет уникальное место, очень благоприятное для медитации. Действительно ли это так, например, в сравнении с Западом? На самом деле, вследствие того, что в Тибете было много святых, очень сильных практиков буддийского учения, они благословили это место. И вследствие этого, я думаю, находясь в Тибете, в потоке ума могут возникать особые переживания в практике. Но я сама ушла из Тибета, когда была очень молодой. Мне было чуть более 20 лет, поэтому я не заметила какой-то разницы. Если говорить, легче ли практиковать в Тибете, то я думаю, да, в силу традиций, в силу того, что было много примеров великих мастеров. И в Тибете было меньше причин для отвлечения. На Западе много людей и механизмов, которые сильно отвлекают. Вопрос о монашеском или мирском стилях практики Дхармы. Какой путь, на ваш взгляд, имеет преимущество для западных буддистов или для вас лично? Я считаю, что лучше всего практиковать учения Будды, будучи монахом. Хотя миряне также могут практиковать шамадху и випашьяну, любовь и сострадание. Вообще, можно сказать, что нет практики, которую бы не могли выполнять миряне. Но я думаю, если вы решили без остатка посвятить свою жизнь практике Дхармы, то лучше и легче практиковать, будучи монахом. Ринпачила, вы представляете школу Сакья. Каковы отличия школы Сакья от других школ? Какие особые учения хранит ваша традиция? Все школы тибетского буддизма обладают определенными выдающимися качествами и характеристиками. В Сакье есть особое учение Ламдре, что переводится как «Путь и результат». Но это учение очень тайное, поэтому я не могу говорить о нем подробно. Ваш брат Сакья Трезин Ринпаче, глава школы Сакья. Какими качествами он обладает, о которых вы можете рассказать его российским ученикам, о которых, может быть, они еще не знают? Он является моим младшим братом. Первоначально он был признан прирожденцем из школы Нингма Апанта-Тона. Но у нас нет такой традиции отдавать детей в тот монастырь, который их распознал как Тулку. Он рос в нашей семье, в традиции Сакья. С детства у него было хорошее поведение. Он прилежно учился и проявлял интерес к обучению. Можно было сказать, что он является прирождением великого Бодхисаттва. В нашей традиции Сакья держатели линии считаются проявлением Манджушри. В связи с этим ему действительно обучение давалось очень легко. Узнать больше о нем можно из его биографии. Также могу сказать, что у Сакья Трезин Ринпачи есть очень много учеников из разных школ тибетского буддизма. На Западе очень популярным словом, понятием является слово «свобода». Здесь свобода связана с мироощущением, с правами человека. Но в буддийской традиции свободе или освобождению от сансары уделяется внимание как цели всей жизни. Связаны ли между собой понятия свободы на Востоке и на Западе, могут ли они пересекаться? Я думаю, это два разных понятия. Свобода на Западе как независимость, возможность делать то, что мы хотим, и получать от этого удовольствие или счастье, в принципе, ценятся и на Востоке, и на Западе одинаково. Но когда мы говорим об освобождении в буддийской традиции, это то, к чему мы устремляемся, ради чего прикладываем усилия. И эта цель связана с обретением окончательного счастья. Есть, конечно, и схожие в этих понятиях. Для достижения состояния Будды мы практикуем, выполняем различные тренировки ума. Западные ценности тоже требуют усилий и тренировки. Ведь для установления гармонии в обществе нужно практиковать терпимость к другим людям и многое другое. Ринпочила, дайте, пожалуйста, совет по практике Дхармы. В вашей повседневной практике учения Будды вы должны накапливать заслуги и очищать омрачение своего ума. И главное — практиковать непрерывно. Ведь мы иногда получаем учения и совсем не практикуем. Я не знаю, как обстоят здесь дела, но в Северной Америке люди очень ленивы. После получения наставлений они не практикуют. Напротив, будет правильным изучать, размышлять и в конечном итоге все предварять в практику. Какие бы учения ни были, например, в Нингма есть учения великого совершенства дзакчен, в Кагью — шесть йог-ни-гумы и так далее. Чтобы ваша практика была успешной, накапливайте заслуги и постоянно применяйте методы. Также это справедливо и в отношении последователей традиции сакья. Еще я бы хотела добавить, что я познакомилась с россиянами и могу сказать, что люди, живущие в этом месте, показались мне очень умиротворенными. Поставники, находились лег realism. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok